Здравствуйте, друзья! Мы снова в этой студии, где будем вместе с вами и с нашим гостем Игорем Загнитко изучать новый урок субботней школы, который называется «Настойчивый миссионер». Урок номер 11. Ведущий текст говорит «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте, идите и покупайте без серебра, без платы, вино и молоко». Исайя, 55 глава, первый текст. Как этот текст связан со всем уроком, мы попробуем разобраться вместе с нашим гостем. Здравствуй, Игорь! Здравствуй, Денис! Приветствую наших зрителей! Новый урок, который называется «Настойчивый миссионер». Как ты считаешь, настойчивость – это хорошее качество характера? Отлично! А назойливость? Нет. А какая разница между назойливым, настойчивым и упрямым? Разница есть. Может быть, она не так ощутима, но человек ее чувствует, когда действительно человек настойчивый в чем-то, может быть, хорошем, добром, но есть назойливость, когда уже видишь, что человек не хочет тебя слушать, он не хочет иметь общение с тобой. И это нужно прочувствовать, что действительно лучше отойти в сторону и дождаться удобного момента, когда человек будет нуждаться в тебе или в твоем общении. Если мы будем слышать назойливые христиане, конечно, это же негативно будет как-то звучать. Упрямые христиане, наверное, тоже. Но вот настойчивые христиане, я думаю, что это хорошая характеристика. Почему это хорошая характеристика? Давайте изучать. Настойчивость в трудных обстоятельствах. Какая весть должна быть донесена сегодня до каждого, несмотря на всевозможные трудности? И почему Бог допускает испытания в жизни своей церкви? Очень хороший вопрос. Вот это именно первый вопрос раскрывает нам суть настойчивости, где Господь говорит, что жаждущие, идите все к водам. То есть Господь не призывает всех. То есть хочешь ты, не хочешь, ты должен прийти. Господь говорит, что кто жаждет, кто нуждается, тот должен и прийти. И Господь настойчив в плане спасения. То есть Он предлагает его всем людям, но Он не предлагает тем, которые не нуждаются в этом. Поэтому Иисус обращает внимание, что жаждущие, идите все к водам и пейте. И Он не требует ни серебра, ни платы, ни какой-то особой жертвы с нашей стороны в виде, может быть, нашего имущества, здоровья, всех денег и так далее. И Господь говорит, что ты то, в чем я нуждаюсь. Ты мне нужен. Именно тебя я хочу спасти. И дальше говорится о том, что для чего вам отвешивать серебро, за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Сегодня мир очень много имеет таких одноразовых вещей, вещей, которые человек попробовал и больше не хочет к этому возвращаться. И Господь пытается как бы оградить людей от этого обмана, который окружает нас, что сегодня очень много пустоты, много какого-то искусственного, напыщенного, которое вроде привлекает внимание, но это как красивая упаковка, которую, когда раскрываешь, видишь, что она не соответствует тому, что находится внутри. Господь желает нам дать суть, самое важное, самое необходимое, то, что действительно может дать нам будущность и надежду. Сегодня мы, христиане, обладаем светом. Мы называем себя людьми, которые дожили до последних дней истории этой земли, у которых есть полнота истины и которые эту истину должны воплощать в жизни, а также этот свет, который есть внутри нас, этим светом мы должны освещать, наверное, новых людей, для того, чтобы им тоже подарить этот свет, которые еще не знают об этом. Восстань и светись. Второй раздел и вопрос вычита. Какой свет должен сиять в сердце каждого, кто услышит евангельскую весть? И вторая часть. На какого, на кого и через кого будет сиять этот свет сегодня? Мы читаем слова, что просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть именно этот стих раскрывает, что за свет и какой этот свет. Принцип, который должен проявлять христианин, это не светить сам по себе, а отражать свет. Можно сравнить солнце и зеркало. Что зеркало само по себе не может светить, но оно может отражать тот свет, который исходит от солнца. И наша миссия получить тот свет, который исходит от Господа и отражать его на окружающий мир. Поэтому миссия учеников здесь на земле, чтобы действительно этот свет мог светить здесь и люди могли через нас видеть Бога Небесного. Мы ответственны за тот свет, который исходит из нас. Яркий этот свет освещает на дорогу. Или он тусклый, который позволяет только заблудиться тем людям, которые ищут в нас свет. Все зависит от нас. На нас налаживается ответственность за это. Насколько далеко должен распространяться свет, познание Христа и его славы? Исайя обращает внимание на это в 49 главе о том, что «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простиралось до концов земли». То есть нет пределов тому свету, который должен светить здесь на земле. Хотя мы знаем, что Сатана украл эту землю и распространяет тьму здесь на земле, но Господь говорит о том, что свет должен сиять и здесь, на этой обреченной земле, которая уже имеет время и срок уничтожения, но об этом никто не знает. Не ангелы, не только Бог Небесный. Но Господь желает просветить эту землю, чтобы люди могли спастись, чтобы они не погибли, когда будет пришествие Христа и все разрушится, то, что мы видим вокруг. Да. Господь хочет, чтобы сегодня мы подготовились к тому, что грядут какие-то, наверное, события, которые темнота, которая есть вокруг, она будет еще глубже, еще сгущей. И наш свет должен пробиваться через любую темноту. Поэтому сегодня мы, наверное, должны, как те аккумуляторы, зарядиться хорошо, зарядиться, Словом Божьем, для того, чтобы свет у нас был настолько сильным, чтобы он мог пробираться через любую тьму. Каким образом Божья слава будет явлена в эти последние дни? Видим, что свет нужен не днем, когда есть солнце, и мы включим фонарик, его не будет видно даже среди этого солнечного света. Но свет нужен там, где тьма. И примечание раскрывает о том, что тьма превратного понимания Бога объяла мир, и люди теряют истинное представление о его характере. Они не понимают его характер и неверно говорят о нем. Именно в этом есть проблема сегодня. Почему столько церквей, почему столько религий, почему вроде все служат Богу, но не имеют общего какого-то понимания. И Господь говорит, что проблема в том, что одни представляют Бога жестким, другие тираном, третий несправедливым. И каждый имеет свое представление о Боге, но только Библия раскрывает нам истинное представление о Боге, о его Сыне. И поэтому Господь желает, чтобы этот свет, который просвещает наши души, через Слово Божье, чтобы мы могли понимать, осознавать и представить Бога действительно, который любит, который умер за нас, который воскрес, который находится сегодня в небесном святилище и ходатайствует за свой народ, что сегодня идет суд, и мы должны убояться Бога, воздать Ему славу. Все эти истины, которые раскрывают нам истинный характер Бога, они раскрыты в каждой строчке Священного Писания, и люди, может быть, не понимают, не осознают Бога, видят Его совсем как бы с другой стороны, но строгость или принципиальность Божья не должна отталкивать нас, и чтобы мы не видели только как бы наказание Божье, а видели и Божью любовь, которая желает протянуть нам руку и спасти нас. Третий вопрос. Наполняя землю славой. Как описывает Бог последнее великое миссионерское пробуждение? Мы когда читаем Откровение 18 глава, то обращается внимание еще на одного ангела, и он назван иным ангелом, и пишет, что от славы его осветилась вся земля. В свое время Моисей как-то просил Бога, чтобы он показал ему славу свою. Когда Господь показал эту славу, то Моисей не просто видел какое-то сияние или свет яркий, но он увидел или услышал голос, который говорил, что Бог есть долготерпеливый, многомилостивый, любящий, прощающий. Именно в этом заключается слава Божья. Сегодня Господь желает, чтобы эта слава была явлена в Его последователях, чтобы не через кого-то явить эту славу, что через пастыря или служителя, другой личности, а каждый рядовой член, служитель, пастыр, дьякон, чтобы он мог явить эту славу окружающим людям. Именно в этом заключается последняя весть окружающим людям. Когда Иисус был на земле, Он творил чудеса. И многие думают, что именно это есть проявление Божьей силы, но в последнее время Господь не будет уже творить чудес, но Он явит характер свой через последователей, которые будут честны, справедливы, милостивы, долготерпеливы. Именно в этом Господь желает показать свое величие и свой характер. Каждый из нас имеет какое-то дело, которое Господь наделил человека сделать это дело, ответственность какую-то. Поэтому Господь говорит о том, что каждый из нас должен нести ответственность за что-то. Каждый может как-то проявить себя в этом деле, которое Господь имеет в планах, чтобы вся земля осветилась от Его славы. Каким образом можем сотрудничать с Богом в этой работе? Есть разные методы, которые можем использовать. Очень важно, чтобы мы не ограничивались только, скажем так, как, может сказать, финансами, что «я дал деньги, пусть другие идут проповедуя, другие делают», или кто-то говорит, что «я проповедую, а пусть кто-то даст деньги». То есть Господь не желает, чтобы мы себя ограничивали в этой способности сотрудничать с Господом и могли использовать разные стороны, и финансы, и силы, и способности умственные, и, может быть, ораторские способности. Господь желает, чтобы мы могли использовать все эти дары для того, чтобы действительно люди, которые еще не знают этого света, этой истины, могли также быть просвещены и пришли к Господу. Четвертый раздел. Просвещая людей. Какое убедительное приглашение милости мы призваны возвещать всем народам, и каким образом мы должны его возвещать? Да, есть разные методы, как мы уже говорили, как мы можем возвещать, и сегодня эти методы растут, увеличиваются, есть и средства массовой информации, есть и личные беседы, есть и литература. Как бы возможности сегодня уйма, и мы можем найти себя в какой-то из этой отрасли, которая может быть ближе к нам, или которая лучше получается. И Висайя 55 глава говорит о том, что «преклоните ухо ваше, и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам заветы вечные, неизменные милости». Первое, что необходимо, это уметь слушать. Слушать, что говорит Господь. Если мы научимся слышать, то мы сможем спасать людей. Если мы будем только говорить, а не будем слушать, то мы можем уйти далеко, и тем самым внимание людей будет отвлечено не на Христа, а на наши способности, дары, таланты и так далее. Поэтому Господь желает, чтобы мы передали, что говорит Господь, а не что можем сделать мы или наше «я». Мы в этом вопросе только что обсудили то, как мы призваны сегодня возвещать весть Евангелия. Как мы должны обращаться сегодня к тем людям, которые не знают Христа. Но почему-то первые строчки примечаний к этому вопросу начинаются не с методов того, как нужно обращаться, а обращение идет к нам, к членам церкви. И говорится так, умоляю вас, народ Божий, прекратить критиковать друг друга и посвятить себя возглашению истины для настоящего времени. Как ты считаешь, почему именно в этом вопросе автор обращает внимание на критику друг друга? Проблема в том, что когда мы слишком заняты собой или кем-то, кто вокруг нас, то мы начинаем искать недостатки, может быть, проявлять недовольство, чтобы можно было сделать по-другому, а я бы лучше сделал. Мы начинаем критиковать, может быть, не вслух, а где-то мысленно. И Господь не желает, чтобы мы занимались именно этим методом, а чтобы мы спасали души, которые находятся вокруг нас. И когда мы будем заниматься именно спасением душ, то все вот это внутреннее несоответствие или недопонимание, они уйдут уже на третий, четвертый, пятый план, потому что все наше внимание будет, чтобы помочь. Помочь тем душам, которые еще не знают Господа. Следующий вопрос. Что должны помнить те, которые стремятся поделиться с другим светом настоящей истиной непосредственно из Слова Божьего? Мы должны помнить стих, который записан в Исаии 55 глава, что «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Иногда кажется, что вроде сказали слово, человек никак не отреагировал, или дали пригласительную, человек не заинтересовался. И кажется, что зря говорил, зря потерял время, зря свидетельствовал, зря проповедовал, но Господь говорит, что слова мои не возвращаются тщетно. Это как семя, которое мы бросаем в землю. И когда мы бросили семечко, ну, кажется, ничего не происходит. День прошел, два, три, может быть, даже полгода, и только через полгода эта семечка даст какой-то плод, какой-то росточек, и мы увидим, что что-то начинает изменяться с этим семенем. И Господь также обращает внимание, что Он увенчает успехом каждое смиренное усилие, сделанное ради имени, ради Его имени. Поэтому Господь говорит, что ваше дело сеять. Ваше дело говорить, свидетельствовать, а я уже буду произращать эти семена, которые вы сеете. Поэтому мы не должны разочаровываться, если мы не видим сразу результат. Результат будет. Может быть, даже в вечности мы только увидим результат того, что было сделано здесь, на земле. Заключительный раздел «Божественный стандарт возвышен». Когда враг одолевает нас искушениями издаться, в наших усилиях достичь душ, что для нас делает Бог? Господь говорит, что не все будет гладко, не все будет легко, будут трудности, препятствия. Сатана также ходит, как лев рыкающий, чтобы губить, чтобы ставить препятствия, чтобы весь не распространялось. Поэтому мы должны уповать на Божье обетование, где говорится в Исаии 59 глава, что если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. В начале первого вопроса мы не затронули испытания, почему Господь испытывает нас. Испытание дано для того, чтобы очистить, закалить, помочь человеку. Даже когда Адам с Евой были поселены здесь, на земле, они должны были пройти испытания. Испытание, оно всегда дается по силам. И когда Адаму и Еве был показан запретный плод, что нельзя вкушать, это не было сверх сил, что они не могли себя сдержать, чтобы не вкусить этот плод. Было много других плодов, которые они могли вкушать, но Господь желал испытать, действительно ли они желают служить Господу и быть верными. Каждый человек, который приходит на эту землю, он проходит испытания. И у каждого свое. У Моисея было свое испытание, у Врама свое. Данил прошел через свое испытание. Сидрах, Месах и Авдинага тоже имели свое испытание. Каждый из нас проходит через эти испытания, которые случаются в нашей жизни. И от того, как мы выйдем из этих испытаний, зависит, сможем ли мы дальше побеждать, или мы, скажем так, сдались врагу и не желаем идти дальше. Поэтому обетования даны для того, чтобы помочь нам выдержать те трудности, испытания, препятствия, которые стоят на нашем пути. Никто не говорит, что настоящим христианинам быть легко. И в Библии тоже написано о том, что все, которые желают жить благочестиво, этих людей заждают какие-то определенные трудные обстоятельства. Мы к этому готовы. Мы обо всем этом знаем. Но вот когда мы с этим сталкиваемся, не всегда получается оставаться настоящим христианином. Господь знает об этом, что человек слаб и не сможет оставаться в любой ситуации настоящим христианином и проявить твердость веры, настойчивый характер, настойчивый миссионерский дух. В следующем вопросе, если говорится, есть, как написано здесь, умственный настрой, который поможет нам сохранить себя в стороне от искушений и продолжать активно работать перед лицом всех трудных обстоятельств. Что это за умственный настрой такой? Действительно, очень важно зависеть от внутреннего настроя. И победа на Голгофе была совершена не на Голгофе, а еще в Гефсимании. Когда Иисус молился, когда Иисус просил помощи, когда Иисус нуждался, и когда Он решился на этот шаг, то уже все те плевки, все те бичевания, насмешки, издевательства, все то распинание, оно уже не имело никакого значения, потому что настрой был раньше, в Гефсимании. Тогда была получена сила, тогда была получена именно победа, когда Иисус молился, и капли крови стекали. Именно Господь желает, чтобы мы настроились уже сегодня, чтобы побеждать. Очень многое зависит от того, готовы ли мы сражаться, или мы уже внутренне сдались, что я не смогу, у меня не получится спасение только для избранных, что только самые лучшие, самые способные спасутся. Я не попаду в это число 144 тысячи, и подобные мысли могут посещать нас, но это мысли сатаны, которые пытаются сбить нас с пути и показать, что мы ничто. Действительно, мы ничто. Но когда Господь говорит, что если вы доверитесь Мне, если вы действительно желаете спастись, то Я дам вам силу. И не зря Павел говорит, что все могу, выкрепляющий Меня Иисусе Христе. Что если мы с Господом, то мы сможем дойти до цели. Если мы будем надеяться на свои силы, способности, возможности, то мы далеко не дойдем или не пройдем большое расстояние, потому что сатана хитер, сильнее, опытен, и он легко может сбить нас с пути. Поэтому и говорится, что Я Господь, и Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как ремень, и знаю, что не останусь в стыде. Даже если мы не понимаем, что происходит, как те юноши, которые хотели бросить их в печь огненную, они говорили, что даже если изгорим, даже если Господь не защитит нас, то все равно поклоняться не будем. Их лицо было как кремень. Они были уверены в том, что это есть Божий план, они не понимали его, может быть, всех моментов этого плана Божьего, но они держались достойно до конца, и Господь их спас и в этой экстремальной ситуации. Поэтому если мы будем верны до конца, то Господь может помочь нам в любой ситуации. И даже если это будет не по нашим планам, как мы себе это представляли. Поэтому надо научиться доверять Богу. Доверять в любых ситуациях, маленьких, больших, трудных. Если мы будем настроены на победу, то Господь поможет нам дойти до конца. Да. Пусть нам всем Господь поможет, чтобы в нашей жизни было больше миссионерской и христианской настойчивости в хорошем смысле. Игорь, спасибо за то, что ты сегодня был с нами и помог изучить этот урок. Дорогие друзья, мы говорим вам всего доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok